Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. И сегодня мы должны продолжить изучение 4 главы, непосредственно разбор письма, а точнее навета, который составили самаритяне и другие представители других народов, которые жили в Иерусалиме и были недоброжидателями евреев, а также ответ царя, какого царя, тоже нужно будет понять. На самом деле нам все понятно, непонятно было историкам и профессорам различным, которые пытались, которые утверждали, что речь идет о другом периоде, о царе Артахшасти, что кто не помнит или не смотрел предыдущее занятие, предыдущий урок, давайте сделаем небольшой экскурс туда, ту тему, которую мы поднимали на прошлом занятии. Есть путаница с именами, есть путаница с царями, есть путаница с количеством царей, которые были императором, которые правили в Персии, расхождение между евреями, между историками, между историками еврейскими современными. И мы объясняли многие причины того, почему некоторых царей... То есть мы говорили, что утверждает Абарбанель, например, что были действительно другие цари. Он это не отрицает. Но наши мудрецы в наших летописях нигде, в Талмуде, в других местах, непосредственно в самом Танахе, наши мудрецы не вводили эти имена и не упоминали их, потому что цари, которые не делали ничего хорошего, ничего плохого евреям, то есть не было никаких событий особо важных для нас, и просто не упоминали их, просто не приводили. Но главная ошибка современных историков заключается в том, что они увидели здесь, в 4 главе, упоминание имени Артахшасты. Артахшаста принято считать, что это царь, который был во времена Нехемии, то есть он же Дарьявыш II, он же сын царя Хашвироша и царицы Эстер. Это последний царь Персидской империи, которого в конце убьет Александр Македонский, захватив все эти территории Среднего и Ближнего Востока. Если Артахшаста – это Дарьявыш II, а именно под этим именем он встречается в книге Нехемии, мы это будем с радостью разбирать, доживем, дойдем, то если он упоминается здесь, это имя фигурирует здесь, то и, соответственно, идет речь о Дарьявыш II, и там получается, что они все перетусовывают, перетасовывают и перемешивают все, и говорят, что у них там получается, что пуримские события вообще были после того, как второй храм уже был отстроен. Как мы считаем, и как говорит наша еврейская хронология, как утверждают наши мудрецы, что книга Эзры, она была практически параллельна по хронологии, по времени была параллельна книге. Мегелат Руд, Мегелат Эстер, прошу прощения. Мегелат Эстер, которая занимается событиями, которые происходили во времена царя Хашвироша, его правления, 14 лет его правления, а книга Эзры занимается тем же периодом, или включает в себя этот же период, плюс все время строительства, замораживания строительства и окончательного возведения второго храма, а также возведения крепостных стен вокруг построенного уже храма гораздо более позднее время. И поэтому книги не пересекаются и практически не упоминаются никакие вещи или параллельные события. То, что происходило в Персии, об этом говорит Мегелат Руд, то, что происходило здесь, в Иерусе Израиля, об этом говорит книга Эзры. А Артахшаста, что он здесь делает сейчас в 4 главе? Ведь мы говорим о том, что мы сейчас только начали строить второй храм, еще второй храм не возведен, построен только жертвенник. И вот идет речь о Завете, на Вете, прошу прощения, который высылают наши враги, недоброжелатели народа Израиля, во главе с сабаритянами, в персидские, в персидским властям, и те запрещают, замораживают строительство второго храма. И как мы тогда объясним, что здесь говорится об Артахшасти? Алиф – первый вопрос. А второй вопрос – это то, что здесь говорится о крепостных стенах. Опять же, крепостные стены, и о них будет говориться в книге Нехемии. Об этом будет говориться позже, после того, как уже взведен второй храм. Почему же здесь говорится? Поэтому они пытаются сказать, объяснить историки, что вот эта 4 глава, пусть она и по течению книги, по порядку цифровому, по хронологии, 1, 2, 3, 4 глава вроде бы должна быть логичным продолжением 1, 2, 3 главы. То есть, заниматься тем началом, с чему начинали наши репатрианты, вернувшиеся вместе с Эзрой, нет, вместе с Азрубавелем. А 4 глава вдруг, ну почему-то здесь вставлена история, которая гораздо более позднее время описывает. И почему это не так? И понятно, что это не так, но нужно привести доказательства. Так вот, одно из доказательств – это то, что Артахшаста – это было не имя. Это не было еще одно имя царя Адарьявыша, второго сына Эстера, царицы Эстера. Артахшаста – это был титул. То есть, это как паро или фараон в Египте. Есть также мнение, когда мы изучали книгу Шмуэля, не помню, говорил я об этом или нет, а точнее, это вообще-то говорится не в книге Шмуэля, а в книге Мелахим, в книге царей первой части, ее в самом начале, когда еще Давид там жив, и царь Соломон, царь Шламон начинает править уже, он воздает на престоле, и царь Давид ему говорит, заповедует, чтобы вот я ухожу в последний путь свой далекий, а ты должен почистить мои хвосты, прошу прощения за выражение такое. То есть, у меня были проблемы с некоторыми евреями, и я их не мог уничтожить по разным причинам. Допустим, Шиме Бен Гера, который поносил меня, и страшно вообще проклинал меня, и ему однозначно полагается смертная казнь, а ведь Аллаха гласит, закон говорит, что То есть, царь, которого оскорбили, и он пытается простить, он хочет простить, и готов простить этого человека, он это не имеет права сделать, потому что когда оскорбляли царя, оскорбляли все царство, оскорбляли весь народ, всех его подчиненных в глазах этого царя. И, соответственно, поскольку трон этот, и это место, эта должность, она не просто твоя личная, вот моя династия, я получил от отца по наследству, или еще как-то, а эта должность государственная, и ты несешь ответственность за все государство, ты не имеешь права простить. Талмит Хахам, говорит Гмара, Талмит Хахам, мудрец Торы, которого оскорбили, и он пытается простить, Талмит Хахам, он имеет право простить, потому что мудрец Торы, он стал мудрецом благодаря своему карпению, благодаря своему усердию и изучению Торы, потому что не досыпал, не доедал, старался, старался, работал, и, в принципе, это приобретение, оно его. Соответственно, если он считает, что кто-то его оскорбил, он может простить. Царь же простить такое преступление не может, не только обязательно нападение на него, покушение на его жизнь, а даже просто оскорбление, когда Шимик Бенгера напал на царя Давида и его небольшую группу людей из нескольких сот человек, когда они уходили, спасаясь от преследования царя, царя сына, царя Давида Авшалома, который захватил в то время Иерусалим, и Шимик Бенгера проклял, сказал, что он сказал, Давид говорит, «Вы у келеля не кляла немрецет?» И он проклял меня решительным проклятием. Немрецет слово, говорят, что это нотрикон, то есть аббревиатура. Аббревиатура, которая включает в себя каждая буква, она означает что-то. Немрецет, буква «нун» – это означает «ноэф» – развратник. Мем – муави, мемуавитянин. Рейш – роцеах, убийца. Цадик – цорер, притеснитель. И «тав» – это тоэва, то есть мерзость. Если ты обладаешь всеми этими титулами, статусами, имеешь отношение ко всем этим понятиям, так, разумеется, ты мерзость в конце концов. И Давид оставляет Шимик Бенгера в живых. Так, все причины мы не будем объяснять. Одна из них, причина, ну, что он был самым большим мудрецом Торы в своем поколении, одним из. И он взял его как ребе, то есть меламеда, тот, кто будет учить Торе царя Соломона. И Давид говорил, мне неудобно этого человека убивать. Плюс он не хотел показывать всему народу, что он сводит концы, сводит счета со всеми своими врагами. То есть, как только вернулся к власти, сразу же попал в тотальные репрессии, уничтожение всех врагов, всех, кто поддерживал врагов, кто выступал против него. Но Давид говорит в своем завещании царю Соломону, что я ухожу, а в будущем мире с меня спросят. Мне было неприятно, мне было неудобно, у меня было много причин, почему. Ты же, я прошу тебя, сделай, в соответствии со своей мудростью, которой у тебя нет недостатка, в которой сделай так, чтобы этот человек умер. И вот царь Соломон говорит этому Шеме Бен Геран, чтобы он не выходил из Иерусалима, и объясняют нашим мудрецы, комментаторы, что это такой психологический трюк. Человек, когда ему ничего не запрещают, ему этого и не хочется. Только ему запрещают. Человек может жить в Меа-Ша-Рим и гордиться этим, что он в течение всей своей жизни, прожив 90 счастливых лет, ни разу не выходил за границу Меа-Ша-Рим, на улицу Яфов, или в город Равиль-Йошев, когда Зихроноль Левраха, когда его взяли, пригласили на работу в Рабанут, это была где-то улица Корыш, улица Корыш как раз, о, по-моему, это улица Корыш-Тейша была раньше. Так, сейчас он переехал, Рабанут, другое место. Ну, а то, в общем, нужно было перейти через улицу Яфу или где-то туда двигаться, в сторону Кинг-Джордж, кто живет в Иерусалиме или бывает здесь, хорошо знают эти места. Так говорят, что его нужно было за руку вести. Человек не знал просто ближайших кварталов, которые смежны с Геулой, с Меа-Ша-Рим. Так вот, человек может прожить всю свою жизнь и гордиться тем, что он не выходил за границу Меа-Ша-Рим, но когда вдруг ему запретят это делать, вдруг хочется потянуть, тянет человека сразу же куда-нибудь вдаль, какие-то новые горизонты осваивать. И в конце концов Шиме Бенгера сбежал. И вот он куда сбегает? Нет, как сбежал. У него сбежали два раба. И Шиме Бенгера находит причину, надеясь на то, что царь Соломон его не накажет за это, смертной казнью, как ему было обещано, как он ему приглазил. Он думает, что поскольку это мое имущество, я имею право его вернуть. И вот он, пользуясь случаем, считая, что ему все это сойдет с рук, он уходит туда, куда. Рабы убежали к Ахишу. Говорят, царь Ахиш, это же был царец, который дружил еще с царем Давидом. В городе Гат, одном из княжеств филистимлян, одном из городов, пяти мегаполисов, которые были у филистимлян, которые жили в мире и воевали всегда дружно, поднимались огромной армией против евреев, против, в частности, царя Давида. И вот как-то царь Давид, когда он убегал от царя Шауля, еще будучи не царем Давидом, только помазанником Всевышнего и зятем царя Шауля, он убежал от его преследований в Гат, и там подружился с Ахишем. Этот Ахиш спас его от смерти, от нападок различных. Опять же, мы не будем сейчас повторять всю книгу Шауля, но говорят, подожди, сколько уже времени прошло? Прошло много лет, а ты вдруг опять царь Ахиш, или он был большим долгожителем, или там говорят комментаторы, что Ахиш это тоже. Вот мой длинный такой экскурс был на тему статусов и титулов различных народов, как императоры их назывались. Фараон у египтян, Ахиш у филистимлян, что это не обязательно частное имя, а личное имя, а это просто статус какого-то князька, какого-то, может быть, даже императора. И у персов также Артахшаста носил смысл императора, а не личного имени, как ошибочно полагают историки. Соответственно, здесь вполне может быть царь Корыш, а не Артахшаста. То есть он и есть, называется он так, потому что они пишут к великому императору. И нам не нужно обязательно подчеркивать его личное имя, потому что достаточно того, что он император один, и все это понимают, и поэтому можно обойтись без имени Корыша. Дальше. Здесь говорится о стенах Иерусалима. Но о стенах Иерусалима крепостных пишут самаритяне. Что они сделали? Мы обещали. Вот теперь мы уже продолжаем наш разбор. Давайте сначала зачитаем этот навет, который мы читали в прошлый раз, но еще раз повторим. Стих 12, 4 глава, 12 стих. «Да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя к нам, пришли в Иерусалим, и строят они город мятежный и преступный, и заложили они крепостные стены, и крепят основание. Да будет известно ныне царю, что если будет построен этот город и возведены крепостные стены, то налогов подати подушной и дани платить они не будут, и царской казне нанесен будет ущерб. А ныне да посолим мы солью храм». В скобочках Мусадров Кук, переводчики, написали «разрушим его» – это одно из мнений, оно не единственное. «А поношение царя не подобает нам видеть, поэтому послали мы послание и уведомили царя, пусть ищут в летописях отцов твоих и найдут в летописях, а ты знаешь, что этот город – город мятежный, и наносит он вред царям и странам, что испокон веков в нем мятежи, поэтому и был этот город разрушен. Уведомляем мы царя, что если город этот будет отстроен и возведен, будут стены его, то доли твоей в Заречии не будет». Опять же, повторим, Заречие – это Ахаш-Дарпа, первое крупное деление, край или республика в Советском Союзе, бывшем Зихроноли Враха. И вот наша территория Святой Земли относилась вместе с Сирией, с Ливаном и прочими близлежащими районами, Сомали, относилась к Заречию. То есть, они сидели в Персии, для нас, для них мы здесь, за великими реками Вавилонскими, мы были как бы вдалеке, на Ачибе. И вот эта территория вся может взбунтоваться. Почему? Потому что евреи, если они смогут выстроить город, который будет обнесен крепостной стеной, а именно это они хотели написать и донести, как бы ввести в заблуждение императоров и все остальные персидские власти, чтобы евреи, чтобы им потом запретили даже строить и само здание. Как люди эти на это пошли? Как они на это осмелились? Дело в том, что был Рехум и Шимчай, песцы, так называемые, как переводят их массаторов в кука. И люди эти, или же они были в Эр-Цисраэль, одно мнение, они были сыновьями Амана, и они были те, кто составлял это письмо, и с этим письмом они поехали в столицу Персии. Или же эти люди были там, на территории Шушан-Абира, на территории Персии, и там они были подкуплены самаритянами, и с радостью взялись за дело, чтобы фальсифицировать документ, чтобы предоставить его, поднести его в такой форме, когда, с одной стороны, они врут и говорят о том, что строятся крепостные стены вокруг города, а не просто само здание, сам храм, что не должно вызвать подозрений и каких-то опасений у центральных властей. С другой стороны, сделать это так, таким образом, чтобы власти не могли раскрыть этот заговор. То есть, если вдруг будет обнаружено то, что на самом деле евреи не строят крепостные стены, а строят только само здание храма, и может быть со стенами крепостными, но только вокруг самой храмовой горы, и что не несет в себе большой опасности для властей, что если это будет обнаружено, чтобы они всегда имели какую-то возможность для отката, возможность для того, чтобы оправдать себя и сказать, ну, на самом деле, просто была ошибка в чем. Здесь было искусно использовано этими подлецами вот то положение, о котором также мы уже упоминали, что каждый народ, который находился под властью персов, он, отправляя письма, какие-то послания, какие-то наветы, поклепы центральные органы, он писал на своем языке. Там же были переводчики, целый штаб, целый отдел, который занимался переводом на персидский язык, и уже после этого преподносилось письмо непосредственно императору. И вот тут была использована эта возможность как-то фальсифицировать, как-то сделать таким образом, что будет возможность сказать, ну, или перевели неправильно, или запятую не там поставили, или смысл не так прочитали. И на это обращает Мальбим. Мальбим обращает внимание на это, и он говорит, почему никто не говорит, никто из комментаторов не говорит о том, что люди не боялись ничего. Очевидно, что они не боялись, потому что было все так подстроено. А если было подстроено, нужно разобрать, как это было подстроено. Второй вопрос, вообще кричащий вопрос, как же мы все еще до сих пор это не спросили, его не задали. В Персидской империи был закон, что если есть какой-то указ, если выходит какой-то указ, какое-то письмо, приказание от самого императора, его нельзя вернуть, его нельзя остановить, его нельзя аннулировать. Это достаточно логично, потому что иначе это будет обличать власть в глупости, в каких-то не, вовремя, недостаточно обдуманных решениях, опрометчивых, распешных. И поэтому нельзя было отменить старое решение, старое разрешение, а можно было выпустить новый какой-то вердикт, новое решение, указ, как, например, было сделано во времена описанные в Мегелат Истер. Евреям, точнее, неевреям, было приказано убивать евреев в такой-то день, отменить этот указ нельзя было, что сделали, как позволили евреям выйти из этого положения, им позволили вступать в единоборство и обороняться. И, в общем, евреи перешли очень быстро из обороны в нападение и, в конце концов, вырезали всех амаликитян, как уже упоминалось часто, и, наверное, все вы знаете, что они не резали персов, не резали других неевреев, резали только, убивали только амаликитян. Как они знали, знали. Будем говорить об этом, если и будем в Мегелат Истер. И вот, соответственно, было составлено письмо таким образом, что, помните, как в детстве у нас была сказочка такая, где говорилось о том, как мальчик один аж не там поставил запятую, попав в какой-то сказочный мир. И получалось, что, ну, запятая, запятая, а я еще, казнить нельзя, помиловать, а если иначе поставить запятую и казнить нельзя, запятая, помиловать. Очень сильно меняет смысл. Так вот, здесь, объясняет Мальбим, в одном из стихов они сделали так, они написали, да будет известно царю, что если будет отстроен этот город и возведены крепостные стены, нет, прошу прощения, стих предыдущий, 12, да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя, к нам пришли в Иерусалим и строят они город мятежный и преступный, запятая, город мятежный и преступный, запятая, то есть, они, в принципе, Иерусалим этот, в прошлом он имел статус города преступного и мятежного. Хорошо, мы сейчас вспомним, мы сейчас посмотрим в книгах пророков, посмотрим действительно упоминание о том, что многочисленные бунты были и еще различные положения наших древних государств, которые говорят о том, что, ну, разумеется, евреи не против были бы восстановить свою бывшую мощь, бывшее величие. Даже вот есть такой один из самых таких маленьких и не очень видных народов Европы, Албании, но это там местные сепаратисты все время поднимают разговоры о Великой Албании. Даже вот такое понятие есть, Великая Албания. Можно, придется потом часть Греции обрезать, часть Сербии, часть Македонии и создавать Великая Албанская Албанскую империю. То есть, как бы каждый человек, он стремится создать что-то, помнить всегда о своем величии и всегда играет умами, манипулируя умами людей, пытается на этом построить что-то, какую-то компанию. И вот все помнят, что Иерусалим город мятежный. Хорошо, согласен. И мы все согласны, мы тоже помним. Много-много было бунтов против Навуходнецера, против других царей. Хорошо. И заложили они крепостные стены и крепят основание. То есть, если эту запятую брать и прочитать иначе, и сказать так. И пришли они к нам в Иерусалим. И строят они мятежный город. Вот сейчас, уже сейчас они строят мятежный город. То есть, мятежный город имеет отношение не к прошлому Иерусалима. Мятежный город в прошлом. Но почему власти должны сейчас волноваться об этом? Нет, мы сделаем так, чтобы они волновались. Казнить нельзя помиловать. Мятежный город строят они сейчас. То есть, у них цель поднять мятеж. И соответственно, если запятых не было, как в святом языке, как в иврите, не было у них запятых, а нужно было только по интонации как-то прочитывать все это. Так можно было прочитать и этот мятежный город добавить в сторону Иерусалима, говорящий о прошлом Иерусалима, и тогда, ну ничего страшного, не так страшно, а можно добавить в следующую часть предложения. И тогда получится, что они строят город мятежный сейчас. Это их цель. Упоминание о крепостных стенах дает возможность императорским императору и властям издать новый указ, запрещающий строить крепостные стены. Подождите, господа, ведь мы же сказали, Малбим напоминает об этом, что нельзя отменять, Корыш когда-то разрешил строить. Никто ничего не отменяет, скажут они. Корыш разрешил строить Иерусалимский храм, а не крепостные стены вокруг не только храма, вокруг всего жилых районов вокруг Иерусалима. Это новый указ, не имеющий отношение к прошлому. И власти от этого не будут ущерблены их статус и отношение к ним, простых обывателей и добропорядочных граждан. Поэтому и эта проблема решена. Теперь, разумеется, что когда этот документ попал в руки Корыша, то он в первую очередь видит стены, крепостные стены, город мятежный. Давайте восстановим немножко нашу историю, прочитаем кое-что из например книги царей, первая часть, пятая глава, рассказывает о том, как Шлома владел всеми царствами от реки Прат до земли Флестимской и до пределов Египта. Эвера Нагара, точно, точно, вся территория бывшего, нынешнего Заречья принадлежала когда-то евреям, не только маленькая Иудея, или даже Святая Земля, или даже Этьон Гавер, нынешний Эйлат, что не является территорией Святой Земли, но имел отношение к царю Соломон, имел там свои фактории, свой порт, добыча меди проводилась где-то там в пустыне Негева, в общем, это были еврейские территории, но не более того, нет, когда-то они владели всей территорией этой, еще царь Давид победил весь Ближний Восток всех арамейских царей, дошел до Алеппо современного, хорошо нам известного по боям, которые недавно проходили там, и все это принадлежало когда-то им, они приносили дары и служили Шломо во все дни жизни его, эти народы, все эти территории служили ему, подчинялись, преклонялись, и продовольствие Шломо на один день составляли тридцать коров, коров, прошу прощения, то есть мер сыпучих тел, в скобочках пишут, коробов тонкой пшеничной муки, и шесть коров прочей муки, десять откормленных валов, и двадцать валов, не будем перечислять, перепрыгнем, четвертый стих, ибо он властвовал над всей землей по праву, по правую сторону реки от Тивсаха до Азы, над всеми царями по эту сторону реки, и был мир у него вокруг него со всех сторон. Вот, пожалуйста, странички нашей славной истории. Книга царей, только уже вторая часть, 14 глава, стих 27. «То не говорил Господь о том, что стереть имя Израиля из-под небес и спас он их рукой Яровама, сына Йоаша». Другой Яровам, не Яровам бенноват, негодяй, а другой, более праведный царь, хотя тоже он наступился, был наказан, но по сравнению с Яровамом бенноватом был просто праведный. А прочие деяния Яровама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск, и Хамад, Хамад это в центре, есть город такой сегодня, Хама может быть, это вот этот город. Мне кажется, что где-то там в центре Сирии в сторону Ирака, то есть дальше на восток, где уже начинается пустыня, там все в основном города на западе, север и вдоль реки Ефрат. А вот есть юго-восточные территории, там одна пустыня сплошная, вот там где-то есть Пальмира, был такой оазис в пустыне, хорошо всем известно. Вот мне кажется, это и есть Хамад. И принадлежавший Иудеи описано в книге летописи царей израильских. «И почил Яровам с отцами своими, с царями израильскими, и стал царем вместо него Захария, сын его». Не путайте Захария Анави с пророком Захарии. Но вот странички нашей славной истории, пожалуйста. И разумеется, если царь прочитает эти моменты, если он посмотрит на то, что евреи делают, как они укрепляются, как они готовятся к обороне и, возможно, к теоретическому бунту, не мудрено, что царю-то не понравится. И он прислушается к нашим словам, наших законопослушных граждан. Законопослушных в кавычках, потому что они-то и есть самые большие нарушители и самые главные враги не только евреев, но и императора, потому что... А ныне... Вот 14 стих тоже стоит внимания. А ныне мы посолим солью храм, разрушим его. Ну, хорошо. Первый же смысл, который приходит в голову, действительно, можно с этим согласиться, с этим переводом, с этим смыслом, с этим объяснением. Известно, что соль она все разрушает. Венеция стоит на островах, дома снизу, подтачивает соленая вода. Вот всем хорошо известная трагедия, трагедия. В общем, проблема с высыханием Аральского моря, которое было, кажется, если я не ошибаюсь, вторым после Каспийского соседнего озера, среди озер по величине, вторым в мире. Даже озеро Виктория превышало и от него осталось ничего. Ничего не осталось практически. Там две реки, Сырдарья, Амурдарья, все высасывается, вся вода для мелиорации, для выращивания хлопка, для прочих нужд народа и народного хозяйства. И там остались, ну, какие-то небольшие раздрозненные озерца. Окей, нету озера, нету, может быть, возможности ловить рыбу. Ну, хорошо, какая проблема. А проблема такова, что, кроме того, что исчезло озеро, теперь там остались солончаки или просто соль, которая при выпаривании воды остается в почве или на ее поверхности. И ветры разносят теперь эту соль по всей территории, в основном Казахстана. И таким образом уничтожаются и сотни, если не тысячи квадратных километров вокруг. И уже не знают, что с этим делать. Это такой пример использования или влияния соли на людей, на нашу жизнь, на окружающую среду. И поэтому они говорят, что мы, как добропорядочные граждане, которые не можем терпеть попирание твоего почета и вообще устоев нашей власти, мы боимся о том, что, боимся того, что возведение крепостных стен может повлиять таким образом, что будут утеряны налоги, взбунтуются все другие области, пойдут за евреями. И в конце концов это станет причиной того, что ты сначала потеряешь налоги, потеряешь доходы, власть частичную, а потом, возможно, и вообще царский престол. Так вот, храм должен быть разрушен, а место это посыпано солью. Чтобы это место даже никогда больше не привлекало людей живых. Помните, пророк Элиша в книге царей 2 описывается о том, как пророк Илья ушел мимо него, он пахал на быках, так он не только отказался, бросил свою работу, у человека была недвижимость, у человека было поле, был трактор, там были быки, все, мог работать, жить хорошо, спокойно, но он пошел за пророком Илья. Но кроме этого, он сжег все мосты, он посыпает землю свое поле солью, уничтожает его, делает его непригодным для, по-видимому, дождя, и не так быстро все это вымывается, чтобы сжечь мосты, чтобы пойти до конца за пророком и стать его преемником и одним из величайших пророков в истории народа Израиля. Так вот, и эти товарищи говорят, что давай-ка и мы разрушим этот мятежный город, который готовится к мятежу якобы и посыпем его солью. То есть, как бы аллегорическое такое высказывание, но смысл очень неоднозначный, очень, то есть, очень однозначный наоборот. Другое мнение, которое приводит Мальбим, говорит о том, что они хотели сказать этими словами и вообще смысл совершенно не вкладывается в этот перевод русский. Они говорят о том, что мы являемся законными поедателями соли. Что такое в этом? Как можно быть незаконным поедателем? Как можно быть есть соль незаконно? И Мальбим говорит такую вещь, что соль это достаточно стратегический продукт. Так известно, были моменты, когда это было во времена гражданской войны в России, на заре Советского Союза не было соли из-за прекращения поставок с озера Сиваш в Крыму. И соль буквально была на вес золота. Вот ты хочешь посолить какую-то порцию мяса, если есть мясо или хотя бы суп, ты должен выложить за 100 грамм соли 100 грамм золота. Буквально или тоже иносказательно, я не знаю как бы там положение. Но когда нет соли, это проблема. Еда невкусная, еда, наверное, не лезет в рот. И всегда вот эти промыслы по добыче соли, они принадлежали царям. То есть это был один из источников дохода. И поэтому они говорят, вот негодяи, которые составляли навет, они пытаются объяснить, что мы соль царскую покупаем и кушаем ее за наши кровные деньги. Все, мы не воруем ничего. Как бы вырисовывают себя, как будто бы они вот это такой акт или такое описание праведников больших через то, что мы кушаем царскую соль. Пусть ищут в летописях, уже прочли, можно пройти дальше. Стих последний, шестнадцатый из навета. Увидевляем мы царя, что если город этот будет отстроен и возведены будут стены его, то доли твоей в заречии не будет. Ну и разумеется ответ. Послал царь повеление Рехуму, составительующим Шемшаю, Песцу и остальным их сообщникам, живущим в Шамроне. Вот, видите, остальные им со... Вот это наверное стих является источником этих споров, где же были Рехум и Шемшаю. То есть, можно понять, что они были все вот здесь в Шамроне. А можно сказать, что нет, они были в Персии, но сообщники их были, которые заплатили им за фальсификацию эту, за удачное для них составление текста, они были здесь, в Эрд-Сисраэль. И остальным их сообщникам живущим в Шамроне, прочим жителям заречия и ке-эта шалом. Письмо посланное нам было мне прочитано обстоятельно, мне прочитано, не сам прочитал, опять же, можно интонацию сделать такую, всякую, поставить запятую якобы там и все будет как хотелось. И дано было мною повеление, и искали наши, и нашли, что город этот испокон восставал против царей. Это правда, с этим вынуждены согласиться. И происходили в нем мятежи и волнения, и сильные цари были в Иерусалиме, знаем, сами знаем, прочитали уже у нас, вот в Танахе все записано, и властвовали они во всем заречии, и налоги, и подушную подать, и дань не платили. А, или, я прошу прощения, им платили. То есть, они платили не нам, а все платили им. А ныне прикажите прекратить работу этих людей, и пусть город этот не строится, пока не будут мною данное приказание. Так город-то и не строится. Строятся только крепостные, не крепостные стены, не город, и не районы вокруг него. Строится только храм. Но ему-то поднесли это, как будто бы строится целый город со всеми крепостными сооружениями. Ну, так мы это и будем запрещать. И будьте осторожны, чтобы не допустили в этом. Дели о плошности зачем приумножать ущерб во время во вред царя? Стих 23. Тогда, как только содержание письма царя Артахшасты, читаем Артахшасты, подразумеваем Корыш, опять же, было прочитано Рихуму и Шемшаю Песцус, и их сообщникам пошли они в тот час же в Иерусалим к иудеям и насильно приостановили их работу. Тогда приостановлена была работа над храмом Господним в Иерусалиме и прекращена до второго года царствования Дарьявыша царя Параса. Вот видите, здесь Дарьявыш упоминается и Артахшаста упоминается. Если вы говорите профессоры истории, что Артахшаста это он же Дарьявыш второй, так как бы здесь есть и письмо от Артахшасты и есть сам Дарьявыш, который будет в будущем. Что сделали в конце концов эти негодяи? Когда письмо было фальсифицировано, преподнесено неправильно царю, получен необходимый результат и вынесен новый вердикт, который не отменяет строительство храма, а отменяет строительство города, читая крепостных стен, об этом в письме не говорится, в письме говорится, то есть в письме говорится о крепостных стенах, но евреям об этом не говорится. Приходят начальники, приходят представители персидских властей, песцы, все эти рехумы, шимшаи, сыновья, Амана, имах, шмам, и они говорят, прекратите строить город. Какой город? Прекратите стройку вообще. И никто не показывает это письмо евреям. Власти приказали заморозить стройку. Царь Тахшаста пишет, о, царь Корыш пишет, о, крепостных стенах, а они говорят, прекратите евреи. Могли бы сказать, мы же не строим крепостные стены. Им преподносится это иначе, и евреи замораживают стройку. И начинается тяжелейшие 18 лет. 16 лет на самом деле стройка была заморожена, плюс еще год-два на то время, когда посылались туда, приезжали сюда, все эти письма, подготовка писем, подготовка стройки к размораживанию, и евреи, на евреев это повлияло очень, оказало очень тяжелое влияние. Многие вошли в депрессию, не знали, что будет дальше. Плюс жизнь была очень тяжелая. И об этом, об их состоянии, о том, что происходило во время этих 18 лет, мы ничего не знаем. Пророк Эзра вновь придерживается, точнее, Нехемия, который написал большую часть и книги Эзры, он же Зрубавель, он придерживается очень четко своей линии. Книга Эзры описывает события, которые связаны со строительством храма. Жизнь, которая была там, вне строительства, нас не интересует. Но есть другие источники параллельные и в книгах двух пророков, которые пророчествовали во время второго храма, а давайте вспомним, во время второго храма пророчества не было. А, были же пророки, верно. Три пророка, говорит, Вилонский Талмуд, поднялись с евреями вместе со Сурбавелем из Вавилона, точнее уже из Персии по приказу Корыша, Хагай, Захария и Малахи. И все эти пророки имели пророческий дар, но они не получили его в эту эпоху, они получили еще во времена первого храма. И вот те пророки, те три пророка, которые смогли дожить до тех времен счастливых, когда началось возрождение, возведение второго храма, они еще как бы имели тот источник духовный, источник того пророчества, а невуа от слова новеа проистекает, бьет как словно ключ. Есть другое мнение, что нави от слова нивсфатаем, нив это, ну если по отношению к языкам, то это наречие, один из подвидов внутри каких-то больших групп языков, но также это и невуа, невуа означает проистекание, проистекание пророчества, да и вот тот источник, которому они еще присоединились в эпоху первого храма, они продолжали из него черпать свои пророчества, и они рассказывают нам подробно о всем том, что происходило с евреями в эпоху второго храма, и они подтолкнули, а именно пророк Хагай, он подтолкнул, спросите, а почему Хагай, Захария, а почему не Малахи, опять же, Малахи это Эзра, по одному из мнений в Вавилонском Талмуде, мы его будем всегда придерживаться как основного, и получается тогда, что Эзра, он же ведь остался в земле персидской, он придет в Эрцисарет спустя 23 года, после поднятия Зрубавеля, поэтому пока что мы его пророчества не слышим, он там, за границей, не всегда за границей можно принимать пророчества, и здесь у нас есть пока что Хагай из Захария, и вот, давайте вновь откроем, прибегнем к своду пророков, откроем небольшую книжку из двух глав пророка Хагая, и попытаемся прочитать и вникнуть в то, что же было, какое было состояние у евреев, какая была у них непростая, нелегкая жизнь под властью персов, да еще и без вот этой вот мотивации великой, строят, строят храм, и есть надежда на то, что духовный центр будет возрожден, а вместе с ним и бывшее величие, не материальное, не обязательно государственное, а бывшее величие духовное, тураническое нашего народа. И, значит так, Хагай, первая глава, двенадцатый стих. «И услышал Зруба Вэль сын Шалтиэля и Ешуа, сын его цадака, несмотря на то, что в Мишне говорится, что Мишна Гориот говорится, что обычно первосвященник, он важнее, чем царь. Нет, царь важнее, чем первосвященник, ну, конечно же, и даже важнее, чем пророк. И здесь Зруба Вэль упоминается перед Ешуа, потому что, хоть и Зруба Вэль не был истинным царем, но он был потомком истинных царей последнего, отпрыска дома Давида. Поэтому он упоминается перед Ешуа. «Сын его цадака, священник великий и весь остаток народа, голос Господа Бога своего и слово Хагая, пророка, так как послал его Господь Бог, их и устрашился народ перед Господом». Важное правило, очень важное, интересное правило, которое говорится в Вавилонском Талмуде, трактат Мегила, 15 лист, первая страница. Если говорится, приводится имя пророка и имя его отца, например, Ехескель бен Бузи, это означает, что он пророк, сын пророка. Или же, вот возьмем Захария. Первая глава, тоже первый стих. «В восьмом месяце во второй год царствования Дарьявыша было слово Господник Захарии, сыну Брехии, сыну Идо». Это значит, что он был сыном пророка, Захария был сыном пророка, то есть его был папа, его папа, Брехия, был пророк, и дедушка был пророк, сына Идо. Если вся, вся цепочка перечисляется, значит, все были пророками. Это правило у пророков, не просто упоминание каких-то династий или каких-то родословных во всем Танахе. И даже говорят мудрецы, что Идо был большим пророком, ну, более важным по своей значимости, чем Брехия, папа Захарии. Хорошо, поняли это правило. Значит, Хагай, и было слово Господне через Хагая пророка. Значит, Хагай не был сыном пророка. Хорошо. Еще важное правило говорится в Мигиле. Если упоминается город, из которого этот пророк, то это значит, что это пророк был из этого города. Если же не упоминается имя города, из которого он происходил, это означает, что он из Иерусалима. во как. И Хагай у нас откуда был, из Иерусалима, и Захария у нас был из Иерусалима, и все остальные пророки, в которых не будет его место указано, место прописки, место рождения и проживания, это означает, что он был из Иерусалима. И вот пророк Хагай, который не сын пророка, но который жил в Иерусалиме, он говорит нам такие стихи, такие слова. Услышал Зробавэл, сын Шалтиэля, и сказал Хагай, стих 13, посланец Господа, по посланию Господню. Смотрите, посланец Господа, Шалия Хашем, по посланию Господа. Здесь будет очень много различных фраз, которые практически нигде в Танахе не встречаются или не встречаются у других пророков. Наши мудрецы не поленились, нам все посчитали, а я все записал, и говорится там такое интересное объяснение, что вот в этих, значит, книга Захарии, она еще имеет в себе 14 глав, хотя главы тоже небольшие. Книга Хагая две главы, и как бы там ни было, даже 14 глав это маловато, то есть книги эти находятся в сборнике Треасар, Треасар, и книги эти небольшие. Говорят, значит, мудрецы такую вещь. Ашем цвакот шлахане Алейхем, фраза Всевышний воинств, смотрите, редко встречающийся термин или определение кинуй, имя Всевышнего. Встречал Алейхем, встречается 4 раза. Здесь, в этих книгах, аж 4 раза. 30 раз встречается Амара Шем, так сказал Всевышний. 28 раз сказал Слово Всевышнего. 25 раз встречается Коямара Шем, так сказал Всевышний. 16 раз Двора Шем. Имя Слово Всевышнего к нам Неума Шем. Речь Слово Всевышнего. Почти одно и то же. Посмотрите, десятки раз. Сколько туда? Почти 100 раз. Почему? Потому что они подталкивали народ к началу возрождения. Чего? Второго храма. Ну как же нельзя строить? Есть же запрет. Есть враги. Враги не дремлют. Они же сразу... Ну как можно без разрешения? Давайте подождем, пока придет царица Эстер избавиться от своего мужа, пока сядет на престол маленький малолетний несовершенненький Дарьявыш II, ее сын, и пока дядя Мордыхай сядет с правой стороны, возьмет его за руку и поможет ему составить разрешение о возрождении второго храма, а потом и крепостных стен, возведении крепостных стен. Такие, да. Чего же нам... Как мы можем бунтовать? Действительно будет расценено как бунт. Несанкционированное строительство. Разве можно такое делать? Пророки говорят, да. Почему? Мы сказали. А кто? Мы же говорим от имени Всевышнего. Мы можем... Все это не наши слова. Если Всевышний так говорит, значит, начинайте двигаться. Начинайте. Евреи незаконно начинают возведение второго храма. Пророки говорят, делайте, делайте. Скоро придет разрешение. Не переживайте. Ох, как начинают скрежетать зубами все эти соседи, все эти самаритяне, наши старые добрые друзья. Все, 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 все арабы, все мавитяне. Кто там еще были? Остатки эти. Мы о них очень много еще будем читать. Начинаются опять нападения. Опять война. Мельхемед Гирилла. Опять партизанская война. Какие-то налеты. Вы что? Что вы себе позволяете? Вы же знаете, чем это закончится. Не только не будет строительства, но и головы на плечах вашей не останет. Стройте, стройте, говорят пророки. А почему? Потому что нужно было, как говорят каббалисты, и тарута милитаделетата, то есть пробуждение снизу, которое поднимется наверх, и потом пробуждение сверху спустит нам и все изобилие, все необходимое, в том числе разрешение, которое дадут власти. Давайте дочитаем пророчество Хагая, потому что он объясняет, Мацбия указывает на очень серьезную проблему, которая была у евреев. Искал Хагай по посланию Господа, по посланию Господа к народу так. Я с вами, Слово Господне. Прежде всего, все хорошо. Я с вами. И пробудил Господь дух Зрубавеля, сына Ишелтиеля, правителя Иуды, и дух Ишия, сын Ишеля, священника Великого, и дух всего остатка народа. И пришли они и производили работу в доме Господа Свокота. День это о том, как. И дальше у нас остается мало времени, я просто не буду цитировать. Сегодня слишком много мы цитировали. Хагай увещевает народ о том, говоря им, послушайте, вы сидите в домах покрытыми кедровыми балками, покрытые кедры, то есть с кедровой крышей или балки, несущие конструкции. Значит, у вас хорошие, мощные дома. А дом Господень разрушен. Как вы заботитесь только о себе, как вы заботитесь только о своих домах, о своем хозяйстве, в то время, когда дом Господень разрушен. И будете вы делать, собирать урожаи, а ничего у вас не будет от них оставаться. Будете сеять много, засевать много полей, собирать мало. А из того, что соберете, не будет оставаться. Или будут отнимать бандиты. Или будут отнимать власти, облагая дополнительными налогами. Или будет все сгнивать, пропадать. И действительно, положение евреев, как описывают наши пророки, было просто катастрофическим. Материальное состояние, которое, разумеется, отразилось и на духовном состоянии еврейского народа. И говорит пророк Хагай, а вы знаете, почему все это? Не потому, что есть какие-то проблемы, есть засуха, есть плохие какие-то катаклизмы природные, есть бандиты, а потому, что это я так делаю. Вы забываете обо мне. Вы не строите, не стремитесь строить. Помните, как царь Давид, в конце его дней было страшное наказание, страшный голод. И ищут наши мудрецы. И даже Раши пишет. Это где-то там Шмуэльбет в самом конце, 22 глава. Раши пишет. И я не знаю, за что. Великий Раши. Комментарии всех комментаторов, я не знаю, за что. Ромбан говорит, что он тоже не знает, за что. Но кажется ему, что это было за то, что евреи не пробуждались строить второй храм. Первый храм. Какой второй храм? Первый храм. Четыреста лета живут уже в Святой Земле. А что с храмом сказано? Лашем-то дрешу. Когда придете в Святую Землю, нужно будет построить храм, назначить царя. Все у вас нет. Четыреста лет прошло. Евреи. Сом-то-си-малеха-мелех. Ни царя. Ничего. Ни храма. Так то, что Раш и Ромбан говорят, что не знают. Есть какой-то медраж. Медраж Тейлим. Который говорит. Хав. Тейлим. Хав. 20-й, 20-й перег Тейлим. 20-й капитал. Где говорится о том прямым текстом. Наверное, у них не было этих медрашей. Часто медраши, упоминаемые, например, Вильенским Гаоном. Их у нас сегодня нету. В книге Колья Аков. Есть много медрашей, которые Вильенский Гаон знал. Нам этого достаточно. Полагаться на это. Но у нас их сегодня нету. Вот были медраши, наверное, которых не было у Раши и у Ромбана. Но есть сегодня у нас медраш Тейлим. Говорит. Прямо открытым текстом. За то, что евреи не стремились строить храм. Было им хорошо. Был сионизм. Рыть колодцы. Строить дороги. Сажать виноградники. Строить свои дома. Надо жить. Надо развивать инфраструктуру. Развивать хозяйство. А о Всевышнем забыли. Храм. Гара Мурья. Традиция. Есть где-то гора. Не знали же, где эта гора даже. Где-то там есть гора, на которой Всевышний создал Адама Решона. Там Адам Решон привез жертвоприношение. Там было потом Акидат Ицхак. Жертвоприношение Ицхака. В общем, все было там. Есть эта гора. Там должен был построен храм. Только Давид один. Давид один говорит о себе. Как там? Если я позволю своим глазам сомкнуться ночью. Если Адам веком своим немножко просто покемарить, просто вздремнуть. Он ночами молился, учился только, чтобы найти то место. И он нашел это место. И ему дано было это место. Потом через пророчество сам Давид получил. Не будучи регулярным или действующим пророком. Он получил пророчество. Когда он увидел, когда ангел с занесенным мечом стоит над Горен Аравна. Над Гумном Аравна. И Давиду было дано это. Давиду было сказано, что он не может строить второй храм. Что сегодня со мной? Первый храм он не может построить. Но он все подготовил. Подготовил. В книге Девраеми им описано, сколько тонн гвоздей было заготовлено. Сколько золота было заготовлено. Сколько всего. Царь Соломон только должен был начать строительство. Строиматериалы были, средства были, план был, чертеж был. Все было даже основание, фундамент заложил. Таки да, Давид. А что здесь? Вы живете и говорите, ну что мы можем сделать власти. Поэтому пробуждайтесь, начинайте строить. И вы увидите, что когда получится, будет построен второй храм. И ваше материальное положение станет лучше. Жизнь вся станет лучше. Потому что все прежде всего духовное, а потом духовное влияет и на материальное. И об этом мы поговорим. Без ратышем в следующий раз. Через неделю. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.